Поиски внеземного разума официально начались в 1984 году и до сих пор оказались пустой тратой времени. Но что если телескопы, непрерывно ищущие инопланетный сигнал, что-то нашли? А что если бы вы были ученым, который сделал это открытие? Однажды на станции наблюдения вы обнаруживаете сигнал от созвездия Лиры, передающий координаты в отдаленную горную область Земли. Еще более неожиданно для вас, что древний портал, который обнаруживаете там, переносит вас в далекую планету к остаткам древней инопланетной цивилизации. И вместо маленьких зеленых человечков вы решаете ряд головоломок. Хотя я разочарован тем, что никогда не познакомлюсь и не узнаю много нового об инопланетянах, которые отправили послания на Землю, так как они канули в небытие. Технологические реликвии, развалины и загадочные головоломки – все, что осталось от них. Но когда я углубился в разгадывание загадок, которые оставила эта цивилизация с разнообразным ландшафтом и интересными пейзажами, я полностью наслаждался этой игрой. Итак, перед нами остатки падшей расы. Что случилось с этими зелеными человечками? Почему так произошло? Герой начинает потихоньку исследовать новую Землю, попутно отвечая на эти вопросы. Интересно, а можно ли предотвратить катастрофу с помощью путешествия во времени? Вам предстоит узнать это вместе с персонажем. Ведь некоторые обрывки прошлого мы все-таки можем обнаружить, забытые технологии и таинственные секреты с лихвой наполняют окружающий мир. Что немаловажно, так это то, что мир перед вами огромен и прекрасен, с широкими перспективами и интересными фонами больших красных планет, с вращающимися спутниками, метеоритами, простирающимися по горизонту и другими небесными телами в небе. Вы также встретите крепостные сооружения со множеством башен, окружающих их реками, ручьями и морями, с пляжами, водопадами, скалами и многим другим. Это действительно довольно красиво. Вот что еще сразу же привлекает внимание, так это приятная синтезированная музыка, которая начинает играть в фоновом режиме. Музыка может быть либо успокаивающей, либо убедительной, в зависимости от того, где вы находитесь и чем занимаетесь. Если вы просто исследуете сельскую местность, вы услышите расслабляющую мелодию. Но в области головоломки мелодия будет увеличиваться, чтобы добавить больше волнения и напряжения. И это в сочетании с превосходными звуковыми эффектами, такими как осадки, океанские волны и механические платформы, фиксирующиеся на месте, действительно добавляют атмосферу иных миров. Казалось бы все просто, но на самом деле это не так. Дикая природа практически полностью поглотила руины. Придется немало попотеть над расчисткой домов, где может храниться ценная информация. Постепенно вся жизнь этой цивилизации окажется у вас перед глазами, а вместе с ней и трагический финал, положивший конец всему живому этого мира. Как игра-головоломка эпитазис отличается разнообразным, хорошо продуманным игровым процессом, который займет у вас 8-10 часов с отличным музыкальным сопровождением и ярким, обширным регионом для исследования. Хотя мне очень нравилось исследование и решение головоломок, я был разочарован отсутствием цели. Почему? Развитая инопланетная цивилизация тратит время, чтобы пригласить живых существ, посетить их мир только для того, чтобы отправить их через бессмысленные серии головоломок. Может быть для того, чтобы проверить наш интеллект и убедиться, что мы достойны для контакта? Если так, почему бы не закончить игру с этим сценарием? Но в конце игры остаются только вопросы, даже относительно вашей собственной судьбы. Посетите неизведанные миры вместе с нами, ведь все интересное на канале ЯГеймер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...